Хохотушки-веселушки, говорушки-непослушки, за животики-держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передача День Пельмень. Всем привет! Меня зовут Аня и вы смотрите самую праздничную передачу День Пельмень. Каждый день мы с ребятами отмечаем яркие и необычные праздники. И сегодня у нас День Обнимашек! Ура! Обнимашки любят все. Как вы думаете, а зачем они вообще нужны? Чтоб улучшилось настроение. Чтоб передавать свои чувства. Я, например, все конфеты съел. Мама хочет меня поругать, а ее нужно просто обнять еще. Чтобы она подобрела сразу. Я маму обнимаю всегда ночью, чтобы ей хорошие сны снились. Обнимашки нужны, чтоб накачивать мускулы, смотри. Какие интересные у вас версии. А еще обнимашки улучшают сон, повышают настроение и даже снимают стресс. Когда мы обнимаем друг друга, то выделяется гормон окситоцин. Он так и называется гормон объятий. Благодаря этому гормону человек по-настоящему ощущает тепло и нежность. А кто, по вашему мнению, первым придумал обнимашки? Обнимашки придумали первые первобытные дикари и люди. Их предки. Наверное, они обнимались после охоты? Да. Когда удачно поймали мамонта? Да. Наверное, они обнимались, когда было холодно? Наверное, обнимашки произошли так. Ну, два человека случайно столкнулись и случайно обнялись. И появилось слово обнимашки. А с кем вы обнимаетесь чаще всего? С родителями, когда приходим со школы или с каких-нибудь кружков. Или давно не виделись с ними. Ну, например, получил в школе пятерку и обнимаешься с учебником. А какая у тебя любимая игрушка? Лего. Ты обнимаешься с Лего? Да. А еще я часто люблю обниматься со своими друзьями, в том числе с Анечкой. Как мило. Ребята, а вы любите обниматься с животными? Да. А как ты думаешь, животным нравится, когда их обнимают? Если чуть-чуть, то им понравится. А если много, то их так затискают, что они уже вырываться начнут. Им надоедает. Вот мой кот, например, кусается, когда я его долго обнимаю. А у тебя есть домашнее животное? Да. Люся. Черепаха. А ты обнимаешь свою черепаху? Да. А она маленькая или большая? Ну, пока что еще маленькая. Ей 9 лет. Ну да, действительно. Ага маленькая, 9 лет. Мне еще даже 7, но я большой. Одного котенка в зоомагазине встретила я, а потом он такой за мои шнурки взялся. Я его подняла и крепко-крепко обняла, и он меня стал щекотать ухиками. Он тебя так благодарил за объятия. У меня есть котик, я его так люблю, обнимаю очень часто, что он аж мяукой. Обнимашки с животными, это, конечно, хорошо. А вот себя обнимать можно? Да. А как? Давайте обнимемся себя. Ребята, а сейчас я предлагаю поиграть в веселую игру и узнать, у кого из вас самые крепкие объятия. Для этого нам нужно взять воздушные шары. А теперь нужно разделиться по паре. На счет 3 мы должны обнять друг друга крепко-крепко, чтобы шарик лопнул. Ну что, готовы? Поехали. 1, 2, 3. Я боюсь. Молодец. Ну что, мы поздравляем победителя игры, меня и Владика. У нас оказались самые крепкие объятия. Ну что, наобнимались и навеселились мы сегодня с вами. Обнимайтесь чаще, и у вас всегда будет хорошее настроение. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»